всех приветствую продолжаем знакомиться с главами книги библии в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карольсфельда библейскими текстами по синодальному переводу проповедь павла в афинах ожидание их в афинах павел возмутился духом при виде этого города полного идол и так он рассуждал синагоги сиудеями и с чтущим у бога ежедневно на площади со встречающимися некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и одни говорили что хочет сказать этот суе слов а другие кажется он проповедует от чужих божествах потому что он благовествовал им иисуса и воскресенье и взяв его привели в ариапак и говорили можем ли мы знать что это за новые учения проповедуемые тобою ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши посему хотим знать что это такое афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время как в том чтобы говорить или слушать что нибудь новое и став павел среди ариапага и сказал афиняне по всему вижу я что вы как бы особенно набожны ибо проходя и осматривая ваши святыни я нашел и жертвенник на котором написано неведомому богу сего то которого вы не знает чтите я проповедую бог сотворивший мир и все что в нем он будучи господом небо и земли не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих как бы имеющий в чем-либо нужду сам да я всему жизнь и дыхание и все от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитания дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас ибо мы им живем и движемся и существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорит мы его и род текст по книге библии иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнур фон король сфель библейскими текстами по синодальному переводу пока пока до свидания а